Комсомольск Создали и создали комсомольчане Вы их дети Бам детище комсомольска Я много ездил по краю Писал очерки о современных людях Я работал на узке Амурстали Но я очень интересовался Что делается вокруг Я вообще-то хотел С молодым Зеленым парнишкой Пройти тропой Арсеньева На Амуре Перед ледоходом Скоро лед пойдет Он треснет с громом Во всю ширину реки И пойдет огромными ледяными полями Это ведь место Вот так прямо если через Амур Излучина реки 18 километров А здесь чистой ширины берега 4 километра Тут Высадились Первые комсомольчане в 32 году А до них Примерно лет за 80 Пришли первые Переселенцы Они пришли Из-за Урала С реки Камы И плыли они на плотах 3000 верст Как говорили тогда Они пришли Вот здесь Этот берег высокий Был весь оплетен корнями Наверху стоял Сильный лес Густой лес На который смотреть страшно было Входя туда Человек как в темную пещеру ходил Потому что и кедры И лиственные деревья Сплелись наверху Сплошным шатром Это были старые Большие деревья С широкими стволами И огромная река Я потом на лодке Плавал туда не один раз И под парусом Один бывало уйдешь И я ходил здесь вокруг И это все стало Меня очень тревожить Просто зажигать меня Как-то стало Будить во мне Интерес А вон там подальше есть Шарахандинская протока Я там был А рыбаки рыбу ловили И один рыбак видит Что я человек заезжий Он так глядя на меня Показывает на невод А невод вытащил Сотни-полторы китин И кита эти Китины крупные Сильные Они бегают Как поросята В загоне В этом неводе И некоторые норовят Перескочить из него Из него И он мне говорит Кормит нас Амур-батюшка Я подумал Я думаю Какое интересное Название Если написать роман Амур-батюшка Мне было 28 лет А здесь строился Комсомольск А я приехал На строительство Комсомольска А здесь уже Прокладывались Магистрали Строились заводы Уже большие замыслы По строительству Огромного Культурно-промышленного Центра Уже металлургический Завод проектировался А я подумал Я напишу Вот это Надо написать Роман О людях Которые впервые Пришли сюда Как они здесь жили Так что Я сейчас Как бы стою Перед своими Теми людьми О которых я писал А делал я это Для своих комсомольчан Тогда Чтобы им интересно Было жить На том месте Где есть Память поколений Труда Этот край Превращен В нашу страну Трудом Не завоеванием Не борьбой Не угнетением А трудом Крестьянина Который поднял Здесь землю В советский период Трудом рабочего Талантами инженера И рабочего Ученых Ваш роман Капитан Невельской Издан в библиотеке Адресованный Строителем БАМа И библиотека Называется Мужество Какими бы вы хотели Видеть современных Молодых людей Есть ли в них Черты таких Ваших героев Как Невельской Муравьев Путятин Время другое Вы имеете ввиду Что это Вот эти вот Все эти моряки Особенно Они Большой Тренаж имели И я бы хотел Видеть вас Ну Грубо говоря Чертовски Натренированными Людьми Физически Интеллектуально Чтобы от вас Как Отскакивало Все то Что чуждо Что Вас же самих Будет ранить И разрушать Но человек так устроен Что все отскочить Не может Что-то рушит И ранит Без этого Жизнь не проживешь Ну хотя Тогда здоровый Вкус должен быть Надо уметь Любить Музыку подлинную Веселую Танцевальную музыку Подлинную Хорошую Надо даже В поп-музыке Уметь отличить То что по-настоящему Берет Зазь Даже в современном танце Некоторые отрицают А я не отрицаю Я думаю Это такой спортивный танец Здесь смешано Такой элемент Физкультуры Элемент пластики Грации И спорта Это не значит Что не надо ходить На балет Или не смотреть Шекспира Или Чехова Или не знать Как закалялась Сталь Или Тихий Дон Романы советских Современных писателей Но надо Воспитать В себе такой вкус А вкус воспитывается Конечно С детского возраста Такими я бы Но я бы хотел Видеть именно Вас натренированными Людмей И этот тренаж Непрерывный Он нужен Из него Невозможно жить Таким бы я хотел Видеть Прежде всего Спортивный Начитанный Уверенный Уверенный В том Что вам Всю жизнь Надо учиться А вы знаете Что вот здесь Вот где вы живете Здесь создавалась Своя большая история России Здесь еще холодно Очень жесткий ветер Дует с востока Немножко южнее В долинах уже цветет Вогульник Но здесь еще снег Лежит на горах Впрочем Так же Как во всей Северной части края Полет Предстоит Кажется Интересный Мы не увидим Открытые реки Мы пойдем Над льдами Мы пойдем туда Где работали Наши экспедиции Где ходили Первопроходцы Прошлого века Я представляю Моего спутника Писателя Известного Всеволодосовского Соева Тигролова Охотника Краеведа Мы идем вместе Поехали Время не ждет Командир самолета Добрый день Пожалуйста Спасибо Ваше распоряжение Вертолет Вертолет набрал высоту Мы пролетаем внизу Ельники И березы стоят Такие рощи берез Сопавшие листвой Все это Как белая щетина Она становится Все ниже Ниже Дальше от нас Начинаются Горы Тайга И все шире И шире Становится Ледяная долина Амура Выходящего К океану Весь Амур Во льдах В грязных пятнах Громадные торосники Громоздятся Вдали Очень далеко За этими торосниками Синие гряда Высоких гор Правого берега Которые все дальше И дальше Отходят К югу Открывая громадный Фарватер На юг В Японское море Это пойдет На мыс Лазарева А мы поворачиваем На север Наш вертолет Проходит Озерфах Мы идем В Петровской косе Это далекое место На Охотском море Это то место Которое Геннадий Иванович Нериспольд Называл Самым гнилым Углом Охотского моря Смотрите Какая картина Раскрывается Громадные Нево Чистый туман Начинает подниматься Все краснее Ярче А кругом Весь Гор Островов Льдов Все это Голубое Беличие Такого Голубого Мира Великая Река Амур А ведь Еще в середине 18 века Существовало Мнение о том Что Он теряется В песках Что нет Выхода Этой реки В океан В море Вот вы Николай Павлович Сейчас сказали Что мы летим Над Северным Фарватером Сейчас то он Фарватер А сто лет Тому назад Этот фарватер Искал Невельской Искал И нашел его Чрезвычайно быстро Сам Промеры Делал Здесь Но когда Об этом Открытие Он сообщил В Петербург Ему не поверили Срочно Доставив Свои Промеры Карты Он все-таки Сумел доказать Что есть Эти фарватеры Что судоходе Нам Можно пройти Судам И После этого Была Составлена Амурская Экспедиция Во главе Которой И приехал На Амур Геннадий Иванович Он прежде всего Заложил Зимовье На Петровской Косе С этой Именно Точки И началось Научное Исследование И описание Низовьев Амура И его Лимана Вот из той Глубины Вот смотрите Здесь Справа По бокам Немного Севернее Из этой Глубины Туманного Охотского Моря Под осень Когда Самые лучшие Погоды Стоят Здесь На парусном Трехмачтовом Бриде Пришел Молодой Капитан После Кургосветного Плавания И он Высадился Вот здесь Слева Сейчас Начинается Проход Между Солочкалово И Петровской Косой Низкой Полосой Суши Уходящей В Охотское Море Он Вошел Сюда Бросил Здесь Якорь И Найдя Здесь Якорную Стоянку Назвал Этот Залив Полный Мели Заливом Счастья Потому что Северные Жестокие Ветры Которые Все время Треплют Коравли Стоящие На рейде Северные Косы Здесь Не страшны Кораблю Треплют Эта Петровская Коса До сих пор Пустынна А здесь Произошли События Которые Как бы Переломили Историю Нашей Родины Я говорю О Геннадии Ивановиче Невельском Который На этой Петровской Косе Высадился Впервые И отсюда Начал Исследование Дальнего Востока Мы ему Обязаны Всем тем Что было Начато На громадных Территориях Побережья Дальнего Востока По освоению Всех гаваней Поначалу Начал всех Портов Наших Открытых Он говорил Всегда Что флот Отстроит порты Порты Создадут Флот Это была Его формула Он создал Потом целую Прияду Блестящих Учеников Своих Его Обычно Рекомендуем Даже Мы В наших Энциклопедиях Как открывателя Устифа Мура Как открывателя Южного Фарватера И как Самый Венец Его творений Это то Что он Открыл Пролив Между Сахалином И материком В то время Как значение Его гигантское Герцем После того Как были Исполнены Основные Первые Такие Элементарные Замысл Невельского Он писал Что Приобретение Амура Нашей Страной Является Величайшим Достижением Цивилизации Это был Социолог В морском Мундире Это был Человек Который Сменил Блестящую Карьеру И хорошую Форму На одежду Простого Казака На нарты В этих Снегах Он жил С той 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 Петровская Коса Врывается Стеной К охотскому Морю И оттуда Идут Особенно Восенние Штормы Гигантские Волны И кажется Что Большинство Косы Затапливается Этим Волнами За исключением Этой Возвышенности Где Жила Это Небольшая Группа Молодых Офицеров Казаков И матросов Представляв С собой Необычайное Единство Людей Разного Происхождения Перед Лицом Единой Цели Ну Что Мне Делать Как Мне Молодому Человеку Впервые Пришедшему Сюда Из Комсомольска На Амуре На Петровскую Косу Воспроизвести Характер Невельского Я пытался Писать То О чем Мне Рассказывали На Нации Нивхи Но Капитана У меня Не Получалось Мне Пришлось Переехать На Запад Мне Пришлось Идти В Ленинград Мне Пришлось Жить Среди Тех Домов Среди Которых Он Жил Мне Пришлось Идти В то Морское Училище Имени Фрунзе Где он Учился Тогда Когда Это Был Кадетский Корпус Мне Пришлось Плавать На парусных Кораблях По Балтийскому Морю Надышаться Балтикой Надышаться Атмосферой Тех Академий И тех Плаваний Которые Воспитали И его Теперь Когда Романы Вышли Мне Часто Читатели Пишут Что Если Все То Что Вы Написали Правда То Почему Об этом Не учат В школах Если Все Что Вы Написали Правда И Если Эти Люди Переломили Историю Нашей Родины Если Они Открыли Нам Подлинный Путь К океану Почему Им Нет Памятников В Москве И В Ленинграде Почему Памятник Немельскому Не стоит Рядом С памятником Крузенштерра Перед тем Училищем В котором Он учился Вот Здесь Вот Есть На Петровской Косе Обелиск В память Немельскова Это Как бы Пока Первая Весточка Селук Петрович Расскажите Историю Как Создавался Этот обелиск Время И огонь Стерли С лица Земли То место Даже Где стояло Петровское Земовье А найти Его Надо было Вот Поэтому Прежде всего Я обратился В местный Краеведческий Музей Там Висела Карта Петровского Земовья Но Показывалось На ней Что оно Расположено В устье Иски Реки А это Примерно 20 километров От этой точки Где мы Стоим Приехал Туда Посмотрел Места Неизменные И самое Главное Мелководные А потом В результате Поисков На этой Косе Да еще И самой Книги Невельского Удалось Установить Что Это Зимовье Было Именно На этом Месте Но Сейчас Нет Никаких Как будто Бы Следов Но Если Присмотреться То Можно Найти И Обрушенные Колодцы И Места Где стояли Казармы В которых Жили Матросы И офицеры И даже Сарай В котором Держали Единственную Корову Все Это Теперь Нами Найдено Я думаю Что Это Только Начало Со Временем Мы Конечно Возвигнем Достойный Обелиск Этим Всем Замечательным Делам И этим Всем Замечательным Людям Героям Нашего Отечества На этой Пустынной Земле Побывали Невельской Николай Николаевич Муравьев Амурский Воин Андреевич Римский Корсаков Старший Брат Нашего Знаменитого Композитора Николая Римского Корсакова И известный Писатель Гончаров Который Следовал Этим Путем Викутск Дальний Восток Привлекал Внимание Очень Многих Людей Лев Толстой Когда-то Хотел Писать Роман О русских Переселенцах На Амур Он Наслушался Рассказов Про это От Волконского Возвратившейся Ссылки И встречавшегося С ним В Москве Здесь был Чехов Он Выйдя В устье Амура Пишет Кажется Что здесь Уже Конец Мира Что Некуда Больше Плыть Испытываешь Такое чувство Которое Вероятно Испытывал Одиссей Плавая Объяснений Возвратившим 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 В эти льды Как ты Нет Не скучаешь Не скучаешь Не скучаешь А не хочется Тебе во Власево как у нас, говорят, на большую землю. Не хочется от своих земли уехать. Остались предки. Бросить никак нельзя. А вот помнишь... В этом привык здесь жить. Не скучно тебе здесь одному? Ведь ты же один на этой косе. Кругом просторы какие. А ты один. Скучать некогда. С собаками разговариваем. Но он же с семьей. А дети учатся в Николаевске? В Николаевске. В Красном учатся. В Красном интернате, да? В интернате, да. Да. Ну, а как ожидаешь, нынче будет хороший ход рыбы? Да в этом году, я думаю, наверное, рыба пойдет хорошо тоже. Тоже будет. Как и предыдущие года. Какие проблемы в жизни современного Даня Востока? Волнует вас как писателя, как гражданина? На современном Дальнем Востоке в 60-х годах меня волновала проблема рыбы. Сейчас меня волнует проблема народонаселения на Дальнем Востоке. Проблема рождаемости детей значит проблема нашей советской женщины. Ее счастье, ее уверенность в своем муже. меня волнует проблема нашего воина. Ищеневельской говорит, тут солдат, говорит, нужен с топором и с пилой. Ну, теперь топора нет, но есть эскаватор, бульдозер, есть всевозможные машины, всевозможные приборы. Так вот, нужно, чтобы у этого солдата за спиной была невеста, которая его ждет, в которую он уверен. Вот столько таких вопросов, казалось бы, семейных, а на них стоит наш край. И когда мы говорим о истории края, или когда мы говорим вообще о людях, о жизни человеческой в этом крае, мы всему этому вас стараемся не то что научить. Учить не надо, братцы. Писатель должен разговаривать с вами по возможности заинтересовать вас тем, что пробудит вас самих, понять, какие же на сегодня самые важные проблемы Дальнего Востока. Их много. Николай Павлович, вы пишете о море, о жизни, о работе моряков. Как все это связано с вашей собственной биографией? Я не моряк. Моряком не был. Надо вам сказать, что мальчиком я попал во Владивосток. На меня такое впечатление, для меня выросло в Сибири, среди гор, в Забайкале, на меня такое огромное впечатление произвело Владивосток с его горами, с его бухтами, с его кораблями, с его перевалочным, мощным торговым портом, который тогда был очень таким крупным и шумным, с его такой шумной портовой жизнью, он на меня произвел такое впечатление, что у меня на всю жизнь голова оказалась повернута в сторону Тихого океана. Мы входим в пролив Босфорс, моря. За кормой у нас остров Скриплёва, а на траверсе справа мы с Басаргина. Мы идём путём, которым в 1859 году шёл на пароходокорвете Америка Николай Муравьёв с офисью этого побережья. Николаю Муравьёву мы обязаны описанием этих территорий, этих морей, этих островов, бухт, заливов и основанием здесь города Владивостока. Было здесь совершенно пустынно, и корабль входил в эти воды. И наши офицеры, и матросы, и сам Муравьёв с огромным вниманием и волнением смотрели на те берега. Кто такой был Николай Муравьёв? Эта личность и эпизод открытия им гавани Золотой Рог и Восточного Восфора являются одним из центральных эпизодов моей книги, над которой я сейчас работаю, и который называется «Большие плавания». Дело начато им Невельским во льдах Петровской косы. В самом южном, самом холодном и сыром углу Охотского моря было закончено не им. Дело было закончено Николаем Муравьёвым. Это был генерал, губернатор, находившийся в Иркутске, в Восточной Сибири. Но не надо его смешивать с теми Муравьёвами, которые были царскими сатрапами. Герцан говорил, что у нас есть муравьёвы, которых вешают. Он имел в виду декабристов муравьёвых. Герцан говорил, что есть также муравьёвы, которые вешают. Он имел в виду тех царских чиновников, которые, будучи губернаторами, подавляли восстание свободолюбивое. Муравьёв не имел отношения ни к тем, ни к другим. Но во всей своей деятельности в Сибири он находился в самых близких отношениях, в самых близких контактах с теми ссыльными, за которыми он должен был как генерал-губернатор следить. Он дружил с Волконским, с известным декабристом, с Поджо, с Трубицкими семьёй. Его жена была приятельницей Марии Николаевны Волконской, урождённой Раевской. Он дружил с Бакунином, который был в ссылке. Бакунин у него в кабинете вёл совершенно откровенные разговоры о неизбежности революции в России и Муравьёв с этим вполне соглашался. Бакунин даже говорил, что он назначит Муравьёва командующим революционной армией, когда вспыхнет все европейская революция. Таковы были разнообразные и может быть с современной точки зрения сумбурные рассуждения на общие темы. Но в конкретном деле развития наших территорий на Востоке в стремлении к общению с другими народами Муравьёв сделал колоссальное дело. Он заключил Айгунский трактат с Китаем, про который Герцан сказал, трактат, заключенный Муравьёвом, со временем будет иметь мировое значение. Муравьёв пришёл сюда с эскадрой и он сделал чёрную работу моряка, который исполняет самое главное, вступая в новую страну, представляя несомненные доказательства своих прав, прав нашего народа, который уже начал сюда проникать независимо от правительства. И таким образом только такой сильный и отважный человек, как он мог довести дело до конца, начато и другой героической личностью, Геннадием Невельским. Но почему Муравьёв назвал этот город, ещё не существовавший тогда, Владивостоком? Тогда ещё не было здесь никого, не было нашего хвоста, а он уже сказал, это место Владивосток, потому что он определил, что здесь быть городу, быть большому порту. Это название означает, что Россия должна владеть Востоком, владеть нашим Дальним Востоком, для того, чтобы входить в связи, в многообразные отношения со странами всего мира. Вот сейчас из-за порта открылся сам город Владивосток, современный город, с массой кораблей, с громадными проспектами, с массой новых домов его. Интересно, что Муравьёв делал и офиси его офицеры, они не назвали ни одного залива, ни одной бухты, ни одного пролива именами царя, его родственников, вообще высочайших особ, или министров. Он назвал все эти места именами кораблей, которые участвовали в офисях. Новик, Маньчжур, или именами офицеров, которые производили опись, следуя на парусных шлюпках вдоль этих берегов. Впоследствии Энгельсон писал статью «Успехи России на Дальнем Востоке», предвидя колоссальное значение события, то, что Россия вышла на берега Тихого океана по удобным путям для себя. Прошли еще годы, край развивался, и Кропоткин в своих записках революционера писал, а петербургские бельможи были великолепны в своем полном неведении интересов края и его значения для будущего. Но люди из России шли сюда, началось переселение с Украины, открылась линия добровольного флота, по которой потек поток украинских переселенцев в Южное Приморье. Во время революции весь край представлял из себя сплошной пылающий очаг революционный. Вся земля горела под ногами оккупантов и белогвардейцев. И когда революционные армии спустились от Хабаровска к Владивостоку, и когда партизанские полки вышли на берег бухты Золотой Рог, Владимир Ильич Ленин прислал свое приветствие освободителям Владивостока, в котором он написал Владивосток далеко, но это город нашинский. Николай Павлович, скажите, знают ли ваши книги в Японии, и если знают, то как к ним относятся читатели японцы? Интересный вопрос. Японцы, товарищи, перевели две мои книги. Они в 72-м году, нет, в 75-м году они издали цунами, а в прошлом году они издали Симону. И издала эти книги одно из самых крупнейших японских издательств Осахи. Книги очень хорошо изданы, и например, все события, которые происходят в книгах, они сверены по истории, и все совпало. Но только я, как романист, я не сообщаю дату. Они составили три календаря с японской точностью. На все события, происходившие с японцами, с русскими офицерами, с кораблями, с тонажами кораблей, с событиями правительственными, все, что я хотя бы мельком упоминаю, они дают в подробном изложении, в подробных справках по трем календарям, по православному, по буддийскому и по западноевропейскому, к тому современному, который принят у нас. Кроме того, переводчик написал четыре главы послесловия, где сообщается неизвестный нам до сих пор факт. В истории Японии, когда ее открывали, была эпоха неравноправных договоров, заключенных Японии с Америкой, с Англией, с Россией. И вдруг в этой книге пишется, что спустя примерно 20 лет после того, как был заключен договор Путятина с Японией, один иностранец был награжден орденом восходящего солнца, который предназначен для награждения японцев, совершивших выдающиеся заслуги перед Родиной. Общественное мнение было удивлено, почему иностранец был награжден таким орденом. И кто был этот иностранец? А этим иностранцем был русский адмирал и посол в Японии Путятин, и награжден он был за заслуги в открытии Японии. При этом пишет редактор или переводчик, ни в истории Японии неизвестно, был ли когда-нибудь награжден этим орденом американский коммодор Перри, подписавший Семеновский договор, или английский адмирал Стирлинг. Они приняли наш взгляд на события к японцам и сами в своей прессе в 60-х годах вспомнили о том, что Путятин был первым, кто обучал японцев кораблестроения европейского типа. Конечно, заговорило печать, радио, и я поехал в Японию, я приехал в эту деревню Хэда, таким образом заинтересовался Путятином и заинтересовавшись им, имел возможность получить о нем достаточное количество сведений как с нашей стороны, так и со стороны того народа, которым он был послом нашей страны. В деревне Хэда японцы создали музей советско-японской дружбы. Когда я спросил, кто первый, почему решили создать такой музей? Оказалось, что в деревне Хэда, где жили наши моряки, хранится очень много экспонатов, предметов, даренных нашими моряками при расставании с японскими семьями, с которыми они дружили. И множество материалов собственно японских, относившихся к постройке. Там их уровень, там их разные рубанки, пилы, всевозможные такие инструменты, при помощи которых они очень умело вообще делали. Надо сказать, что Путятин был в восторге от японских плотников. Он говорил, что они так насаживают этот шпангол, что, говорит, не видно линии приреза. И в музей они выставили все эти экспонаты. Я спросил, кто начал, чья первая мысль. Они мне говорят, знаете, начали женщину. Почему? Потому что когда Япония была разбита в войне, все было разгромлено, старые учебники фашистские и милитаристские были запрещены. А почему-то надо было учить. И вот матери семей сказали, учите историю Японии по истории нашей деревни. История нашей деревни очень интересная. Какой глубокий подсмысл был в совете этих женщин. И оказалось, что несмотря на годы милитаризма и годы жестокой вражды, несмотря на отцу Симу, манчжурские бои и последующие события уже нашего времени, казалось бы, мы были в таких непримиримых отношениях. В народе хранилась благородная память по отношению наших моряков, сохранялись многочисленные предметы. моряков. Какими бы вы хотели видеть современных военных моряков? Я их такими бы хотел видеть, какие они есть. Мы ведь видим вас и гордимся, когда парады военно-морских кораблей. Когда по Красной площади на параде маршируют моряки, это большая гордость быть советским моряком. Но одного парада, одного восторга недостаточно. Наше время техники, время сложной науки, вы должны быть чертовски натренированными людьми физически и умственно и нравственно цельными людьми. Идеал советского человека остается везде одинаковый. Мне пришлось быть здесь при самом начале стройки порта Восточного. Здесь стоял один барак, а на причале стоял лайнер Смольный, уже превращенный в плавучее общежитие. Он стоял на икорях, и там жила молодежь, которая начинала стройку. И жили молодые люди, совсем не так, как мы жили при начале стройки Комсомольска. В этом бараке были холодильники, были телевизоры, существовала здесь же сапожная мастерская для починки обуви, было паровое отопление, по-новому. Вот прошли воды, теперь развернулась величественная панорама восточного порта с мощными причалами, щепы, уголь, на тебя придет корабль, который возьмет сразу больше ста тысяч тонн угля. Алексей Александрович, вот теперь мы ездим по Приморию и нам всюду говорят, что нет людей, нет людей, мало людей, что Приморье взяло бы гораздо больше людей, как у вас в находке? Надо сказать, Николай Павлович, что средний возраст жителей нашего города 27,5 лет. Это достаточно молодой возраст. Я хотел бы отметить, что в городе у нас одна из самых высоких рождаемостей в республике. Таким образом, прирост населения у нас естественно достаточно высок. К нам в город приезжает десятки тысяч людей. К сожалению, многие из них уезжают из города. И тем не менее, город находка самый динамичный город Приморского края. И население его растет очень большими темпами. Но вот это производство, которое мы с вами сейчас обозреваем, вы говорите, вот 10 лет назад здесь ничего не было, вы об этом хорошо помните. И сейчас перед нами вот такой большой высокомеханизированный порт, где мы с вами почти не видим людей, которые занимались брызгичным трудом. Вот такое именно производство нашему городу, видимо, и Дальнему Востоку в целом оно очень необходимое. Я так полагаю. Людей живущих и работающих здесь можно смело назвать первопроходцами. Они продолжают лучшие традиции первопроходцев прошлого и первопроходцев современности. Недаром во всем Приморье нам приходилось слышать, как приморцы с гордостью называют находку и порт Восточный восточными воротами Бама. Мы говорили, что были в 75-м году здесь и все-таки может возник интероман «Амгунь матушка» или что-то вы интероман А я возник из газетов и напишет ее сотрудник газеты «Уходите от этого вопроса, что кто-то другой, кто-то из нас, который здесь родился. А может вы все-таки «Амгунь матушка»? Вы прошли «Амгунь» как говорили давно уже. Сейчас в 85-м, сейчас в 81-м. Все-таки «Амгунь матушка» наверх назрел в роман. У нас есть писатель Коренев, который такой роман собирается написать. Я ему дорогу не хочу переходить. Присовнезно, два романа еще лучше. А я с другой стороны спрошу, почему у вас художников нет? Почему акварелистов нет? Почему нет у вас Академия художественная Дальнего Остока? Вам нужны хорошие художественные выставки и свои художники учить их наручку. И чтобы они, войдя в силу, не уехали в Москву или в другие города. Японцы свою Фудзияму пишут уже тысячи две лет. А мы свою Ключевскую сопку не можем, которая ни хуже ни в каком отношении к этой Фудзияму. Это такой же вулкан, такой же красивый. У нас такой широкой популярности у Ключевской сопки нет. Также и Вашамгун, и Баджал, и Мячан. Это места интересные. Пошло береза. Какие сопки? Ну, только вы не рубите берез. У вас боленастые березы были, их больше было. Там можно был детский парк. А когда вы парк сделаете, вы не ставьте там киосков, аттракционов, каруселей. А эти сады надо оставить нам для детей во всей красоте их природы. Нет ничего скучнее безымянного пейзажа. А пейзаж без истории это тоже безымянный пейзаж. Мы рассказывали вам о первопроходцах прошлого, о первопроходцах сегодняшнего дня, о людях долга, подвига и чести, которые так великолепно трудятся в этом краю сегодня. В этом краю, который представляет из себя грандиозную панораму, вплотную примыкающую к нашему понятию о будущем мира. грандиозную грандиозную